Привет, котятки! С вами Фокси Браун! И да, я знаю, вы не ожидали, но док сейчас занят и чинит мой ноутбук. И пока я без компа, приходится играть в мобильные игры. И вот об одной из мобильной MMORPG я и хочу вам рассказать. А называется она Легенда Востока. Ну или Chalice Legends. Забегая наперед, скажу, что в этой MMORPG есть все, что только можно. Нет, правда. Тут есть и ПВЕ, и ПВП, и открытый мир, и даже социальная составляющая. И это не говоря о том, что игра на русском языке есть приятная картинка. Ну что, заинтересовался? Тогда будь няшкой, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Этим ты очень поможешь каналу, еще ты точно не пропустишь интереснейшие видосики по самым разным играм. Ну а теперь давай я расскажу тебе, что из себя представляет Chalice Legends. Начнем с того, что это фэнтезийная MMORPG в лучших традициях жанра. Тебе предстоит выбрать одного из четырех представленных классов, среди которых есть маг, лучник, мечник и копейщик. Ну и конечно же, придется выбрать одно из двух враждущих царств. Да-да, весь конфликт в игре строится на вражде двух царств. Напомню, что в игре открытый мир, и вы вольны отправиться куда хотите, в том числе и на территории вражеского царства. А это значит, что вы сможете не только выполнять квесты на вражеских землях, но и конечно же поучаствовать в открытом ВВП с теми, кого вы там встретите. Помимо такого ПВП, также есть и арены. К примеру, ты можешь сразиться один на один с кем-то. Можно отправиться на батлграунд, где две команды из разных царств будут сражаться за точки на карте. Ну а еще, даже есть межсерверная битва. Короче говоря, все фанаты ПВП найдут себе что-то по душе, и смогут получить массу вкусностей за повышение своего боевого ранга. Но ПВП это не единственное, что есть в игре. Любители ПВЕ также найдут себе занятия. Помимо интересного сюжета и массы квестов, в игре есть множество самых разных данжей. И стоит отметить, что при идеальном прохождении данжа аж на все 3 звездочки, ты даже получишь донатные валюты. Также к обычным данжам добавьте еще и башню 1000 демонов, где на каждом из этажей придется сражаться с боссами и продвигаться все выше и выше. Кстати, награда за каждый этаж включает в себя как приятные вкусности, так и донат валюту. Помимо ПВП и ПВЕ занятий, в игре есть еще много чего интересненького. Например, тут есть ездовые амаунты, которых можно прокачивать и тем самым открывать им новые умения. Но это еще не все. В игре также присутствуют и боевые питомцы, и божества, которые вместе с вами будут участвовать в боях. Их также можно прокачивать и усиливать. Стоит также отметить, что питомцы бывают разными. Каждый из них по-своему полезен. Среди них есть как обычные боевые питомцы, так и те, которые будут хилить вас и вашу пати. Божества немного отдельная тема, вы также можете прокачать их, от чего они будут становиться сильнее. Но в отличие от питомцев, тут сразу есть набор умений, и вы можете выбрать, какие конкретно хотите использовать. Но это еще не все. Помимо массы ПВП и ПВЕ контента, множества разновидностей питомцев, тут есть еще и социальная часть. То есть вы можете даже сыграть свадьбу. За это вы получите разные плюшки, включая свадебный наряд, а также возможность прохождения парных квестов, за которые будете получать разнообразные итемы, нужные для улучшения своего снаряжения и не только. В общем, если подытожить все вышесказанное, то Легенды Востока это полноценная MMORPG, несмотря на то, что это мобильная игра. А вот количеству контента в ней может позавидовать не одна компьютерная ММО. Так что очень вам рекомендую и надеюсь, она вам понравится. Кстати, Док в ней тоже играет, и ему нравится. Присоединяйтесь и вы к нам. И эта игра поможет скоротать время в дороге, в очереди, ну или просто поможет отвлечься и расслабиться, когда компьютер недоступен. На этом у меня все. Это был мой первый в жизни обзор. Надеюсь, вам понравится. И если это так, поддержите, пожалуйста, этот ролик лайками. Мне будет очень приятно. Всем спасибо, хорошего настроения и классных игр. Няо!